В этой квартире душа и понаслаждаться этим пространством, добро пожаловать. А во-вторых, бьет в эти окна, очищает. Когда увидела, делали ремонт мы сами. И ты решила сэкономить и обратилась к родителям? Говорите в этом? Ты это выражешь? Ну, в общем, я надеюсь, что у нас примерно получилось. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Сегодня мы с вами посмотрим дизайнерскую однокомнатную квартиру в жилом комплексе Магнифика. И этот дом бизнес-класса с деревянными окнами. Уж очень интересно посмотреть, как жильцы обустроили свое жилье. Пошли. Привет. Привет. Привет, привет. Слушай, какая красота. Спасибо. Заходите. Добро пожаловать. Проведешь нам экскурсию по квартире? Покажешь? Конечно. Да. Так, давай-то с прихожей сразу начнем. Делали ремонт мы сами, не привлекая дизайнеров. Все было... Какие-то идеи из интернета, какие-то из головы. Ну, в общем, я надеюсь, что у нас примерно получилось. Важный момент. Хотела сказать, что это инвестиционная квартира. Здесь мы сами проживать не планируем. Квартира сделана была на сдачу. Ну, круто сделана на сдачу, я скажу. Я думаю, что повезет тому арендатору, который... Ну, это точно. Так, здесь я вижу открытая стойка под вещи, мебель. Это все под заказ, да? Да, это все под заказ. Мы решили не захламлять пространство особо сильными шкафами. Эта квартира рассчитана на одного, максимум двух людей. И в такой концепции вот этой вот прихожей зоны должно быть достаточно для того, чтобы было человеку комфортно. То есть тут повесить верхнюю одежду. Как раз за верхней одеждой у нас спрятан щиток с электричеством. Зеркало мы делали большое для того, чтобы увеличилось пространство визуально. И плюс еще, ну, в принципе, оно нужно при выходе. И внизу мы специально делали розетки для робота-пылесоса, чтобы людям было удобно, что он там... То есть, получается, вы все продумали, где, что у вас конкретно будет. Ну, да. В целом мы продумывали всю концепцию, чтобы всем было комфортно проживать в этой квартире. Я тогда предлагаю начать с ванной комнаты, рум-тур. После посмотрим спальню, а уже потом кухню-гостиную. Согласна? Да, давайте начнем. Конечно, проходите. Ванная комната у нас объединенная. Мы решили ставить не ванну, а душевую кабину, потому что для гостей все-таки это гигиеничнее. Ну, а так все, в принципе, стандартно. Единственное, что мы поставили, это колонну из стиральной и сушильной машины для того, чтобы гости могли сами высушить белье. И не нужно было бы раскладывать вот эти вот большие сушилки по всей квартире. Так, в целом, все, что нужно для того, чтобы было здесь комфортно. Здесь представлена раковина, тумба. И, если можно, поверни, пожалуйста, покажи тоже зрителям мою картину. Я ее, когда увидела в музее Эрарта, я поняла, что она идеально впишется в мой интерьер. И поэтому приобрела ее. Собственно говоря, мне кажется, что она прямо вот здесь вот должна жить. То есть у тебя картина, получается, дороже, чем квартира. Она, да-да-да, ну, она постер, конечно же. Вот, поэтому в целом, да, она, мне кажется, что прямо идеально вписалась в наш интерьер. И, ну, давайте мы у зрителей спросим, как им нравится конструкция. Да, оцените, друзья, как вам эта ванная комната. Еще важный момент. Здесь как раз в ванной комнате находится сам рекуператор, который, на самом деле, это такой просто железный ящик, у которого нужно периодически менять фильтры. Значит, он берет воздух на балконе, засасывает его в квартиру, очищает и распределяет по всей квартире. И дальше есть еще вытяжки по квартире, куда он уходит потом. Вот, соответственно, постоянно происходит проветривание помещения. Концепция такая, что не нужно открывать окна и не нужно, ну, то есть необязательно это делать, потому что воздух здесь должен быть всегда свежий и комфортный. Ну, еще тогда, получается, из плюсов рекуператора, это если ты куда-то поехал даже на пару дней, для того, чтобы воздух здесь не застаивался, ты его включил на минимум. Там же есть такой режим отпуска, да, если не ошибаюсь, как-то так он называется. Есть режим отпуска и есть режим проветривания даже, когда мы тоже уходим из помещения, включаем, и он начинает сильнее работать и, соответственно, проветривать все помещение. Ну что, пришла очередь продемонстрировать тебе комнату. Показывай. Да, давайте, конечно. Спальня 11 метров, значит, самым главным преимуществом этой спальни, откуда мы присали, это французский балкон, который открывается на две стороны, и летом это будет просто потрясающе красиво и комфортно. На него можно будет поставить катки с цветами и наслаждаться видом. У нас здесь солнечная сторона, как раз дневное вечернее солнце бьет в эти окна, и летом в этой квартире очень-очень комфортно. Значит, кровать стандартная, здесь 140 стоит, и одно тоже из моих любимых достопримечательностей, можно сказать, этой квартиры, это шкаф, который делался тоже на заказ. Я хотела что-то такое легкое и прозрачное, и поэтому возникла идея сделать шкаф со стеклянными дверьми, чтобы, во-первых, это очень сильно мотивирует к порядку, что мы очень любим, вот, а во-вторых, в принципе, смотрится достаточно красиво и легко. Смотрится, да, красиво, они такие зеркальные, но если присматриваться, то видно, что-то там лежит. Да, мы сейчас можем открыть, показать и… Давай, покажи. Да. И, соответственно, ну, давайте, хорошо. То есть, это выглядит таким образом, здесь много стекла. О, какой он глубокий-то. И ящики все со стеклом, и двери, то есть, мы ждем очень неэкспрессивного арендатора. Надеюсь, что этот шкаф прослужит долго и тоже будет доставлять удовольствие нашему квартиранту, потому что, в целом, мне очень нравится сама концепция, как она получилась и вообще, как это выглядит, смотрится. Так что, вот, пожалуйста. Добро пожаловать в зону кухни-гостиной. Давайте, наверное, с потолка начнем. Как я уже говорила, здесь потолки 3 метра, и вот этот короб – это вентиляция, как раз, которая ведет к рекуператору. Здесь мы старались максимально облегчить пространство, как могли. Полы – это кварцвинил. Кухня делалась на заказ. Стойка с холодильником, вытяжка. Не знаю, что про кухню рассказать. На самом деле, все для комфортного проживания тут есть. Посудомойка, духовка, индукционная плита. Ну, то есть, делалась, на самом деле, как себе. Наталья, давай тогда перейдем к цифрам. Сколько ты заплатила за эту кухню? Значит, сама кухня стоила в районе 500 тысяч рублей. И техника, включая стиралку и сушилку, посудомойку и так далее, стоила в районе 300 тысяч рублей. То есть, 800 тысяч рублей – это техника и кухня, и плюс сушилка и стиралка в ванну. Да. По срокам с момента заключения договора и оплаты и до момента, когда эти привезли? Ну, где-то два-два с половиной месяца у меня это все заняло по времени. Но в целом, то есть, по договору было столько же, и по факту получилось столько же. То есть, компания уложилась в договор, все нормально с мебельщиками было? Вот. Я их еще попросила чуть-чуть подождать, потому что мы здесь немножечко с ванной, да, делали что-то. Вот. Поэтому в целом в районе трех месяцев у меня все это обошлось по времени. Сколько, в какую цифру тебе вышел вообще весь общий ремонт на квартиру? Больше двух с половиной миллионов. Это без мебели и техники? Нет, это все вместе. А, это все вместе. Это все вместе. То есть, не считая стоимость квартиры? Да. Давайте теперь поговорим про саму квартиру. Когда ты ее приобрела и какая была цена квартиры на момент покупки? Приобрела я ее в конце 2019 года. Стоила она примерно 8 миллионов. Ты ее приобрела в ипотеку? Да, это была ипотека. Платеж составляет 42 тысячи рублей в месяц. Во сколько ты эту квартиру оцениваешь на сегодня? Хороший вопрос. Ну, каждый собственник оценивает свою квартиру, естественно, подороже. Но в целом, я думаю, что это будет порядка 16-17-18, что-то такое. То есть, квартира практически с конца 2019 года по конец 2023 года подорожала практически в два раза? Это была хорошая инвестиция. И мы здесь ставили на локацию, на застройщика, на сам ЖК бизнес-класса. И в целом, оно оправдало. Ну, мы можем говорить, оправдало, когда будет продаж. Тут, на самом деле, время. 2019-2020 год, там еще только цены начали подниматься. И поэтому, как раз, получается, ты успела до вот этой основной волны ее приобрести. Да, да. Но пока я ее не планирую продавать. Мне хочется понаслаждаться этим пространством и поработать с ним. Может быть, что-то поменяется через год, через два. Но пока мне нравится то, какая она получилась, какое она получилась. И я очень надеюсь, что мы найдем человека, квартиранта, который тоже будет ценить то, что здесь есть. И кайфовать от этого пространства точно так же, как это делаю я. Дальше, как будет, мы не знаем. Время покажет. Поэтому пока сейчас мы будем сдавать эту квартиру. Потому что вы вложили сюда не только деньги, но еще и душу свою. Абсолютно верно. В этой квартире душа. И я сейчас объясню, почему. Здесь душа не только моя, но и моих родителей, которые... Вот сейчас мы с вами повернем камеру, и я покажу те вещи, которые были сделаны их собственными руками для этой квартиры. Вы поймете, почему она такая дорогая для нас. Концепция была такова, что мы с мамой как раз ходили по различным мебельным, дизайнерским магазинам. Когда еще только мы начинали этот ремонт, то есть еще примерно концепция у нас планировала вырисоваться. И мы нашли вот эти два стула. Значит, это первый стул и вот тот вот второй стул, который под пледиком. И к стулу начали подбирать стол и все остальные. Примерно, да. Потому что мы в них влюбились и поняли, что в этих тонах, в этих цветах... Во-первых, мы поняли, что они друг с другом сочетаются. И они идеально друг к другу подходят. Сам стол, получается, вы нашли, купили, готовили, либо это делали сами вручную? Сам стол – это редкостный экземпляр, единственный в своем роде. Это ручная работа, да. Его делали мне на заказ, и он просто прекрасен. В общем, вы его сделали под стулья. Да, да здесь вся концепция всей квартиры под эти стулья. Начиная с этого цвета. Квартира начинается не с квартиры, а со стульев. Вот, да, у меня квартира началась со стульев. Комод – это тоже ручная работа полностью. И стеллаж, соответственно, тоже сделан моими родителями. Под твой заказ. Под мой заказ, под общую концепцию. Что еще сделано? Хендмейд у нас, да. Это будут полки, вот эти вот, которые здесь на кухне висят. И подоконники. Наталья, в ванной комнате ты нам показывала репродукцию известной картины. А что здесь на стенке за вот эти две прекрасные репродукции? Все картины, которые представлены в зоне кухни-гостиной, все работы одного очень… Известного. Известного. Широко известного в узких кругах начинающего художника. Рисовали мои дети, на самом деле. Старшей 10 лет. И, собственно говоря, это ее творчество. Среднее помогало. И вот те картины, которые представлены там, это тоже… В зоне кухни. В зоне кухни, да. Это тоже рисовала моя старшая дочка. Я бы вот эту картину хотел бы заказать. Можно такую повторить? Да, конечно. Хорошо. В директ. Договоримся. Ну что, поехали смотреть балкон. Балкон на самом деле… Балконище. Балконище, да. Сколько квадратных метров? Восемь квадратных метров. Ну это целая полноценная комната практически. На летний период, да, совершенно верно. Пить кофе, спать. Сейчас здесь холодно. Здесь же холодное стекление. Стекление холодное. Я поставила специально сюда кресло и такой вот небольшой столик для того, чтобы можно было вечером здесь пить чай и любоваться красивым закатом, речкой. И вот если в ту сторону посмотреть, то, соответственно, там даже будет виден купол Исаакиевского соблета. Ну в хорошую погоду, я так понимаю. Сейчас облачно, сейчас не видно. Ну сейчас дымка, да, какая-то в целом. Ну и вечером будет видно, когда его подсвечивают. Тоже очень красиво на самом деле. Вот отсюда классный вид на Охту и на благоустроенную набережную. Здесь по вечерам можно гулять. И там дальше кофейня есть, пить кофе, можно работать. Здесь же еще, кстати, классно. Банава очень классно свою набережную сделал. Да, да, да. И как ты правильно отметила, напротив тоже. В том году, да, если не ошибаюсь, ее сделали. Да, недавно ее сделали, не знаю в каком году, но красиво там. Но здесь вот на нашей стороне есть ступеньки, на которых летом можно сидеть и работать. То есть можно взять кофе здесь рядышком в кофейне. Нуутбук или там сидеть, писать код. Нуутбук и сидеть. Потрясающе просто, я более того скажу. Я даже сама там работала на ступеньках этим летом. И супер. Такая медитация, речка, водичка, утки, катера проплывают мимо. Тишина. Это самое главное. Кстати, здесь очень тихо. Да, и это почти в центре города находится. Здесь очень тихо. Да, здесь центр города. Получается мост Петра Великого туда. Мы вот там его переехали, мы уже в центре. А двор достаточно благоустроенный, с банавой в этом плане, с озеленением, с детскими площадками, спортивными. Все всегда на хорошем уровне. Есть даже инвалидная парковка. Ландшафт классный, да. Ну что, друзья, я провела вам рум-тур. Надеюсь, что он вам понравился. Буду рада, если вы напишите что-нибудь хорошее в комментариях. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, не забудьте оставить свой комментарий. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok